В сегодняшнем видео я начну с того, что объясню план действий, поскольку план менялся много раз, если быть точным, то приблизительно раз пять. После выхода видео в последний раз, вы написали в комментариях, да и мне позвонили друзья и сказали, что в моем дифференциале нет блокировки, что это самый обычный дифференциал и не имеет никакого смысла менять, так сказать, шило на мыло. Но после этого было еще как минимум четыре важных звонка, которые полностью изменили ход сборки коробки. Так сказать, мой план был крепким, но с помощью моих друзей он стал еще крепче, поэтому досмотрите до конца, будет интересно. Но давайте обо всем по порядку. Еду я, значит, от токаря весь в расстроенных чувствах, успокаивая себя и думая, что же я буду делать дальше. Так, дифференциалы мои уже вернулись назад. Я скажу, что я сильно расстроен из-за того, что там нет блокировки. Она редко когда нужна. Машина на CR-V тяжелая, то есть веса будет достаточно для того, чтобы ее хорошо прижало. Так, я вранил болт. Так, теперь приступим к сборке дифференциала. Напомню, я уже в прошлый раз говорил о том, что Тайперовский чуть-чуть в диаметре меньше. Он у меня нижний. Так, я посчитаю количество зубов. Абсолютно точно пересчитав три раза, здесь 82 зуба. Так, у шестерни есть две стороны. Так, мы его будем надеть. Тайперовская стала идеальна. Сверху накрываем. Да, и кстати, вот это вот соотношение, вот оно в роли не играет, как оно стоит, потому что, вы сами понимаете, это не кардан от Волги, так что здесь все намного проще. Японцы не делают так, как делали когда-то в Союзе. Хотя в Союзе тоже много делалось качественных вещей, особенно если что касается каких-то военных проектов. С японской техникой я уже давно связан, особенно, чаще всего, с двигателями. Я очень не люблю делать ходовую. Страшно, мне легче кому-то заплатить, чтобы кто-то другой сделал, чем я. Так, это уже, наверное, с 20 лет, уже 15 лет я так и иначе связан с маркой Хонда. Так что, в принципе, опыт в этом имею. Ну, раньше, конечно, это было, естественно, чем я был моложе, это была мототехника до падения с мотоцикла. Вот, а дальше уже началось более серьезно. Ну, и, в принципе, до того момента, что я сейчас делаю, вот, и чем занимаюсь, что люблю. Вот, в отношении этих раскоксовок, которые сейчас там ведутся, ведутся, это мое мнение объективное, которое я имею в этом отношении. Я не рекламирую моторы. Вы знаете, мотор у меня очень тяжело купить, потому что они не застаиваются. У меня практически очередь на двигателя, поэтому мне нет смысла ничего рекламировать. Многие знают, что ждут месяцами двигателей. Вот, в Украине сейчас тяжело очень их застать, не так, как во Владике. Вот, потому что первого поколения ЦРВ в Европе практически уже не осталось. Вот, мы покупаем какие-то остатки, и их, ну, стараемся выбрать самые лучшие, их пригоняем. Вот, в отношении, там была тема молибденового покрытия, в Тайперовских моторах, Тайпер, а Винтегри. Вот, было, юбки были покрыты поршней молибденовым покрытием. В водотехнике использовался Никосиль, так называемый, такой типа сплав. На виду он такого белого цвета, серебро и никель. Ну, похож был очень на... Очень похож был на... Как это сказать правильно? На какую-то типа керамику. Все кричали, что она практически не изнашивается, но... То, что показала практика, то, что я видел, он изнашивается еще очень даже так серьезно. То есть, середине цилиндр был не чугунный, а вот из этого сплава Никосиль. Покрытие Никосильевое, не сплав, а это было покрытие Никосиль. Что-то наподобие керамики. Так, я наживил уже дифференциал. Вот, сейчас соберу второй. Который у нас от Тайпера. Видите, все без проблем, все взаимозаменяемо. Кому нужно дифференциал на Тайпер, звоните. Могу подогнать. Так, а здесь уже болтики прикручиваются с этой стороны. И резьбы у них правильные. В общем-то, все. Я приступаю к сборке коробки назад, чтобы они не были разосраны по всему гаражу. Потому что потом очень тяжело, когда по коробочкам оно все сложено. Тяжело поддерживать порядок. Все, я закручиваю, перехожу собирать обе коробки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, что-то меня дернуло просчитать передаточные числа в коробке. В коробке Honda CR-V и в коробке Тайпера. Где? Вот это у нас будет первичный вал. Это вторичный вал Honda CR-V. Так же самое Тайпера. Первичный вал, вторичный вал. Передачи я посчитал снизу. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Шестой здесь нет. И так же самое в Тайпере. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Значит, главная пара у CR-V имеет 5,1, что дает нам обалденный разгон. То есть, передачи у нее получаются короткие, чтобы компенсировать, ну, естественно, вес автомобиля, недостаток мощности мотора. У Тайпера мы имеем передаточную главную пару 4,7, что дает по сравнению с CR-V нам чуть-чуть слабее разгон, но зато длиннее передачи. Так, которые дадут нам на выходе на шестой передачи 120 км при 3000 оборотах. Так, в то время, как стандартная коробка CR-V едет 100 км в час при 3000 оборотах. Был вариант оставить главную пару от CR-V 5,1 и накинуть все шесть передач с Тайпера, грубо сказать, на вот эти два вала. То есть, оставляем главную пару и добавляем сюда шесть передач. Таким образом, мы практически ничего не изменим. Почему? Потому что на пятой передаче на CR-V мы имеем коэффициент 0,7. Так же самое, как и на шестой передаче на Тайпере. То есть, таким образом, что у нас получится? У нас получится, мы потеряем первое, это максималку. Так. И второе, у нас добавится одна передача. То есть, переключаться придется чаще. А максималка останется та же, но на разгоне она будет просто очень хороша. Но это нехорошо для повседневной езды, потому что постоянно нужно будет переключаться то вверх, то вниз. Но лично мне это не нравится. Это классно один или два раза выехать на какие-то соревнования, знаешь, на какой-то драк. Но нехорошо в повседневной езде. То есть, мы убьем повседнев. Что мы достигнем, если мы поставим валы с Тайпера на ЦРВшную коробку? Во-первых, мы получаем 4ВД. Мы получаем полный привод. То есть, что дает нам классный зацеп. Оно станет нам полностью покреплением в ЦРВшку. Это тоже, я считаю, плюс немаловажный. И добавит максималки. Плюс. То есть, видим два плюса. 4ВД и добавится максималки на шестой передаче с передаточным числом 4,7. А в другом соотношении мы теряем и максималку, и добавляется еще одна передача. Так вот, чтобы не делать из ЦРВшки вот такой типа спорткар. Я пока не готов к вот этому. То есть, мучить себя вот этим я не готов. Лучше бы тогда просто сразу оставить ЦРВшную коробку с короткими передачами, с более мощным мотором, которое компенсировалось бы мотором в К20А2. И тогда бы получили бы машину, которая бы за счет мощности и коротких передач могла бы выступать с более подготовленными машинами, классом повыше. Вот как бы и все параметры. Но я не вижу смысла в этой переделке. Я буду оставлять все-таки. Во время того, как я только что это все объяснял, поступил телефонный звонок от Ромы Григо с Харькова. И он сказал, если я сделаю так, как я только что сказал, то он перестанет со мной общаться. Вот. И сказал следующее. Если на главную пару от ЦРВ поставить передачи от Тайпера, она будет так ехать, что аж шуба будет заворачиваться. То есть, ну, это классно. Но опять же, мы потеряем максималку и добавим еще одну передачу. Но он сказал следующее. Чтобы добавить себе максималки, берем шестую передачу, которая имеет у нас вот этот коэффициент. Ставим от Хонды Аккорд, которая имеет, наверное, какой-то другой коэффициент. Может быть, 0,5 или там, я не знаю, 0,4. И она уже будет иметь на максимальную хорошую скорость. То есть, первых пять передач для того, чтобы выстрелить. Шестая передача для того, чтобы ехать на трассе. Опять же, при трех тысячах оборотов, где-то около 120 км в час. Следующее, что он сказал, сказал, что если поставить цивиковую коробку, то есть, грубо говоря, мотор от цивика и коробку от цивика, то мы ничего не достигнем, потому что коробка рассчитана на маленькую машину. Вот, и рассчитан мотор под эту машину. А мы поставим на такую большую машину, как CR-V. Она тяжелая, тяжелее. И разгонять она будет ее хуже, чем цивик намного. Но если сделаем вот так, то приблизительно добьемся тех параметров, которые имеет цивик EP3 в стоке только на CR-V. Если вы, короче, не поняли, то пересмотрите это еще раз. И тогда уже поймете. Значит, мы хотим все. Я хочу все. И сейчас. Но придется подождать со сборкой коробок. Потому что я хочу найти шестеренки шестой передачи от Honda Accord. Напрессовать их. Заодно пересыпать все. И тогда будет мне счастье. Это реально заняло, я бы сказал, много времени. Вот это размышление, рассуждение, решение. И не дается оно легко. Проще было бы по-быстрому собрать. Ба-ба-ба. И все. Мы поставили, поехали. Ну, и сделали бы такое вот какое-то что-то такое. Этой машине не будет равных городе. Среди других ЦРВшек. Но не успел я сказать заключительные слова, как шестая передача была найдена. Не скажу, что в природе найти ее очень легко. Но звезды совпали. Папоротник зацвел. И шестая передача была найдена. Спасибо Жене из Аккордов на Болты, который уже на момент выхода этого видео выслал мне эту шестую передачу. Кстати, если вам нужны запчасти на Аккорды, обращайтесь. Номер телефона я его кидаю внизу в описании. Женя Аккорды на Болты, Одесса. Спасибо. Но это еще не все. Помните, я показывал на коробке, есть такая, типа как соленоид. Я думал, что это возможно включение гидравлической блокировки. Казалось, это не так. Это таким образом включается шестая передача. И скорее всего на кулисе, там где мы переключаем передачи, шестая передача включается через концевик. То есть, что-то, какая-то кнопочка, которая приводит в действие этот соленоид. Она нам в принципе тоже нужна. Поэтому Женя дарит нам эту кулису. Спасибо Жене. Так что остается только разобраться в принципе ее работы. На этом аукцион щедрости не был закончен. Вчера вечером поступает звонок. И звонит мне Серега из Хмельницкого, из Хонда Комьюнити. Кстати, они там постоянно собираются. Если вы из Хмельницкого, подпишитесь в их группу. У него когда-то был целик 4D. И он говорит, знаешь что, у меня там есть дифференциал с блокировкой. Давай я тебе пожертвую его на твой проект. Я такой, ну ты знаешь, он дорого стоит. Я как-то не знаю, давай. И теперь, по сути, у меня есть блокировка. Но у меня она физически еще нет. Он ее только отправит сегодня. Но план остается прежним. Мы получаем... Теперь давайте сделаем выводы всего. Мы получаем полноприводную коробку с передаточным числом 5.1. С передачами от Type-Pair. С шестой передачей от Аккорда скоростной. И блокировкой с Type-Pair 2008 года. Это все, что только можно себе пожелать, для того, чтобы это было у вас в автомобиле. Так что, смотрите эту всю гремучую смесь, когда я ее соберу. А, и скажу еще, знаете о чем? Что мне еще не хватает? Не хватает мозга EP3. Это мозг с Type-Pair, Euroair Civic. У меня отрезан кусок проводки, основного жгута проводки, который идет на двигатель. Возможно, у вас есть и продадите. Напишите. Обломанный датчик положения дроссельной заслонки на дросселе. Дроссель у меня не электрический, а механический. То есть, если вы знаете, где взять, киньте. Я знаю, что на Алиэкспрессе есть, будет идти месяц. Но если где-то здесь есть на месте, или вы каким-то образом уже сталкивались с такой проблемой, подскажите. Буду благодарен. Это пока все, что я хотел сказать по двигателю. Еще один момент, чего мне не хватает, так это машины, куда это поставить. Поэтому, если у вас есть CR-V, очень незадорого, второго поколения, напишите. Потому что нам нужна машина для этого проекта. Даже она должна быть с убитым мотором и коробкой, потому что мотор и коробка у нас уже есть. Так что пишите. Теперь можно сказать заключительные слова. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайки. Порекомендуйте друзьям. Поддержите наш проект. Хонда СБУ CR-V. Самая быстрая в Украине, что означает. И до встречи в новом видео. Согласны?